Здравствуйте! Меня зовут Айна Идрисова, я из Кишинёва. На самом деле, моя сфера деятельности больше точной науки, но сегодня я вам докажу, что гуманитария — это тоже наука. Поговорим о критике. Итак, сегодня полдня я провела в транспорте от Кишинёва до Одессы, и на самом деле мне очень сильно хотелось раскритиковать этот транспорт этого водителя, поэтому я решила так быстренько воспользоваться моментом и рассказать и вам, и себе о том, как правильно критиковать, ну и, в свою очередь, как правильно воспринимать критику. Так, первый вопрос к вам, ко всем. Второй вопрос к вам, кто из вас считает, что он умеет воспринимать критику безболезненно? Поднимите, пожалуйста, руку. Ну, давайте, давайте, смелее, смелее, смелее. Прекрасно, прекрасно. Пять-шесть человек есть. Теперь, кто из вас считает, что он умеет правильно критиковать? Да, вот. Кто? О, прекрасно. Спасибо, спасибо, хорошо. Хорошо, на самом деле критика занимает очень важное место в социальном мире, потому что мы с вами живем в социуме, и то от того, как мы контактируем с людьми и как мы воспринимаем их контакт на себе, зависит очень многое в нашей жизни, зависит наш характер, зависит наши цели, наша мотивация. И вот поэтому мы сегодня поговорим о критике. Как только вводите вы слово критика в гугле, какие нам слова выдает? Недовольство, еще, обвинение, еще, недостатки, еще, негатив. Эти все слова объединяются такой отрицательной ноткой, вы не чувствуете это? Почему именно эти слова? У нас первое, что приходит в голову со словом критика, что-то отрицательное. То есть нам не приходит в голову какая-то литературная критика, нам не приходит кинокритика, нам приходит в голову именно укоры людей, друг друга, их сопоставление с другими, их направление на праведный путь. Давайте посмотрим, что такое критика на самом деле. Критика это, нет, сначала скажу вам, что это определение из толкового слова, из словаря Ожогова. Критика это обсуждение, разбор чего-нибудь с целью вынести оценку, выявить недостатки. И второй момент, отрицательное суждение о чем-нибудь, указание недостатков. Это мы сразу же зачеркиваем, потому что это не отрицательное суждение. Это помощь в выявлении и исправлении недочетов и совершенствовании какого-либо продукта. То есть критика никогда не должна доводить человека до белого коленя. После того, как человек принимает критику, он не должен чувствовать себя умирающим, он не должен чувствовать, что на него, к нему в сердце сейчас вонзился целый нож, не знаю что. Но он должен чувствовать, что ему помогли, он должен чувствовать, что у него есть теперь альтернативный подход к своему делу. Давайте поговорим о видах критики. Существует несколько видов критики. Некоторые из тех, которых мы знаем, это литературная критика, это музыкальная критика, театральная, ресторанная, бытовая. Литературная критика, один из примеров такой критики, это всеми известный нами Белинский, чье имя мы встречали в учебниках школьных. Музыкальная критика, представитель Берлиоз. Еще театральная критика, ой, господи, Соловьева. И ресторанная критика, господин, которого вы все знаете из мультфильма Рататуй. Ну и бытовая, это критика поведения и поступков, которым мы, в принципе, встречаемся больше всего в жизни с вами. И на самом деле критиковать можно все. Самое главное уметь критиковать различными способами. Посмотрим, какие есть общие формы и методы критики, то есть каким образом ее можно преподносить, во что критику можно обличать. Это может быть как упрек. Что это за зеленый фон на твоей презентации? Почему он такой ядерный? Что это такое? Я не понимаю, что это происходит. И мне не нравится это. Это может быть надежда. Я надеюсь, что ты в следующий раз подготовишь более научную тему, что ты посмотришь более научные доверенные источники. Следующее. Аналогия. Я понимаю, что ты очень хочешь читать лекцию про теорию относительности, но Гопак это сделал уже, и он это сделал намного лучше. Посмотри обязательно это видео. Дальше. Сопереживание. Мне очень жаль, но тебе придется еще поработать над этим. То есть это тоже своеобразная критика. Ирония. И это все самый главный вопрос, который возникает. Требование. В следующий раз, чтобы ты обязательно-обязательно одевалась в строгую форму, когда ты выступаешь на сцене. Дальше. И конструктивная критика. Это то, что в принципе должно лежать в основе вот этого понятия. То есть это критика, которая имеет под собой определенные тезисы, которые базируются на каких-то основных причинах. И посмотрим, почему критика важна и какие есть виды критики. Ну, это, конечно, неформально, но мы сами все понимаем, что критика бывает та, которая разрушает, и та, которая созидает. То есть деструктивная критика, она обвиняет, еще нажимаем. Она убивает желание действовать, еще нажимаем. Она учит, она показывает тебе, то есть критик, считай, он сразу же в своей критике ставит себя на уровень выше. И он, скажем так, он тебя учит, да, как нужно сделать. И еще раз, и там не видно, а, обижает. Обижает это, конечно же. Мы все люди, это, конечно, очень такое детское понятие, но мы все равно обижаемся, когда критика, особенно, когда она неконструктивна. Что делает конструктивная критика? Она корректирует, она мотивирует к действию, она советует, а не учит, да, как это было в деструктивной, и она настраивает нас на положительный лад. То есть, в принципе, все мы с вами должны понимать, что мы люди, и что какая бы, как бы мы не хотели человека наставить на путь истинный, это должно идти с положительным отзывом, это должно идти с положительной оценкой. Дальше. Что не является критикой? Да, внимание, что очень часто бывает, что мы обижаемся, когда мы слышим критику, но на самом деле то, что вы услышали, то, что вы прочитали, даже критикой не являлось. Что не является критикой? Субъективное ощущение, да, из рода «мне это не нравится», ну вот, по-моему, наверное, здесь было бы лучше другой цвет, да, это субъективное ощущение, которое не является критикой, мы не должны ее воспринимать как критику. Примитив. Ужас. Это просто ужас. Почему ужас? Нет, это просто ужас, ты что, не видишь сам? То есть вот эти низкие какие-то такие необъясняемые факты, даже нельзя назвать их фактами, да. Еще. Переход на личности. Хороший здесь был пример. Дорогой мой, сколько тебе лет? Да. Я профессор университета там XXY, а тебе сколько лет? Ты же только студент. В данном случае хочу с Дакшей отметить, что почему-то очень много людей настроены скорее на то, чтобы людей, вот на личность, да, личность сопоставлять с продуктом. На самом деле личность и продукт, это у нас должно быть два разных отношения. Если мы критикуем, то мы критикуем именно продукт. Мы не имеем, так скажем, морального права критиковать человека, который сделал, создал этот продукт, да. Дальше. Обесценивание. В таком случае обесценивание, в случае обесценивания наше высказывание не является критикой, потому что критик даже не воспринимает этот продукт как что-то реальное, да. То есть это все, на что ты был способен, и вот это вот все, это не является критикой. И еще, если я не ошибаюсь, а разумеющиеся факты. Ой, оно же разноцветное. Или ты же пишешь глагольными рифмами. То есть это не является критикой. Ну, это понятно, что я пишу глагольными рифмами. А где критика? Дальше. Чем критика является? Помощью. Помощью в поиске альтернативного путя, как можно преподнести продукт, пути. Критика не цель, а средство. Самое главное, когда мы критикуем, надо помнить, что мы критикуем не ради критики. Тот, кто критикует ради критики, мы вообще можем пропускать все его слова мимо ушей. То есть это средство, с помощью которой мы подносим продукт к новой реализации. Дальше. Критика деятельности, а не человека. Опять же, мы отличаем личность от продукта, и все наши, ну, скажем так, замечания, которые идут от нас, как от критика, они могут быть направлены лишь на продукт. Это мы тоже помним. Дальше. Уместное замечание. Что имеется в виду здесь? Почему-то мы все думаем, что все, что выставлено на показ, оно должно быть раскритиковано. Может быть, тебя даже никто не спрашивает твоего мнения, да, или не просит тебя подать какую-то критику. В первую очередь, когда ты хочешь помочь человеку, да, своей критикой, да, тебе в первую очередь нужно спросить, тебе нужна она? Ты хочешь слышать мое мнение? Дальше. Хорошая критика заключает в себе, да. Вот теперь такие кейсы, тезис, суть, да, то есть база, почему что-то здесь было не так. Потому что очень часто бывает, что особенно у нас распространено такое явление, как троллинг, там 250 символов, и на самом деле после прочтения этого огромного сообщения у тебя остается негативное ощущение, но если ты подумаешь и спросишь себя, или даже спросишь этого человека, в чем суть, да, что тебе именно не понравилось, он не сможет тебе ответить на этот вопрос. То есть обязательно в критике должна заключаться тезисная небольшая суть. Должны заключаться причины. На самом деле это не обязательно, но лучше, когда тезис подкреплен причинами. Метод, каким образом можно исправить, да, то есть обязательно, преподнося критику, у тебя должен быть, ты должен привести еще и альтернативный метод, как можно исправить продукт. Или ты можешь, даже если ты не знаешь, как это сделать, ты можешь человека направить к тому, кто знает, как это сделать, да. Как не повторять? То есть если, например, книга написана, мы не скажем о том, что извини, иди забирай там свои тысячи копий в издательстве, но мы можем человека посоветовать ему на будущее, что можно прочитать, куда можно пойти, с кем можно посоветоваться, и так далее, и так далее. И очень важный момент, скажем так, в анализе очень многие психологи сошлись на том, что есть определенные сроки, да, то есть есть какой-то контекст, который ты должен придерживаться, когда ты критикуешь. Это одна минута на то, чтобы подать главную суть короткой фразой, не расписывать целые поэмы, почему тебе не понравилось, или почему тебе это не по душе. И потом 4 минуты на какие-то четкие комментарии, цифры, факты, и, конечно же, все это залить такой смачной положительной оценкой, да. Ошибки критики. Какие ошибки мы допускаем при критике, да? Это поспешность. Вот мы увидели продукт, первое, что у нас возникла, какая эмоция, сразу же мы бежим ее высказывать, первое, что пришло в голову, значит, самое правильное. Нет, оно не самое правильное. Легче всего переспать с этой идеей, подумать немножечко, завтра посмотреть на это с другой стороны, и тогда критика будет, либо она будет конструктивнее, либо она совсем исчезнет. Дальше. Пустые отрицания. То есть в таком случае мы говорим о том, кого критикуют, то есть мы приводим ему какие-то определенные факты, а он их не видит, да, он не воспринимает эту критику. Чересчур глубокие выводы. И здесь я вспомню этот анекдот про голубые шторы. Когда на уроке литературы обсуждают какую-то поэму, и в поэме написано, что у героя на фоне, как он пишет стихи, на фоне висят голубые шторы. И учительница спрашивает, ребята, о чем говорят эти голубые шторы? Какое моральное настроение несет этот текст о герое? На самом деле это просто голубые шторы. И никакого морального подконтекста здесь нет. Поэтому нам не нужно искать, не нужно копаться, не нужно искать какие-то более глубокие. Вот есть продукт. Посмотрел, раз, два, обдумал, на следующий день пришел и дал конкретные рекомендации. Дальше. Унижение личности. Да, опять же, это очень касается возраста, того, как в основном, как практика показывает, взрослые люди меньше прислушиваются к молодым. Понятно, почему. Мы должны забыть о том, кто есть человек, когда он преподносит нам свою критику. То есть это было бы правильнее всего, когда мы ее воспринимаем. Отсутствие аргументов здесь понятно, конечно же. Если у тебя нет четких тезисов и пунктиков, то можно это просто пропустить мимо ушей. И неуместность критики. Опять же, при критике нужно спрашивать. Лучше всего спросить, нужна эта критика вообще или не нужна. Дальше. А, и требование идеальности. Забыла. Мы все-таки перфекционисты с вами. И когда мы смотрим на какой-то продукт, даже если он на первый взгляд хорош, просто все равно где-то что-то мы найдем какие-то моменты, которые нам не нравятся. Этого делать не нужно, потому что мы же все люди, мы все имеем право на ошибки. Дальше. Правила критики. Вот даже белый фон, видите, какой улыбающийся дядя. Итак, разрешение. Просить разрешения на критику. Не обязательно прямо вот, можно, пожалуйста, мне прокритиковать тебя. Но если это не нужно, то это не нужно и вам. Доброжелательность. Конечно же, все с улыбкой, все. Опять же говорю вам, вот эти пять минут, которые содержат контекст вашей критики, они начинаются с позитивного момента и заканчиваются позитивным моментом. Дальше. Объективность. Да, четкая, без субъективного мнения. Дальше. Советы и предложения. То есть запоминаем, что никакая критика не может идти без предложения альтернативного пути. Дальше. Акцент на продукт, а не на личность. Дальше. Сопереживание. Это понятно. Дальше. И краткость, и суть. Вот такие тезисы, правила критики. Дальше. Похвала. Ну, я забыла, господи. В конце вы мне все похвалите аплодисменты. Дальше. Секреты мотивирующей критики. Первое. Похвала в начале и в конце. Да, вы мне похлопали в начале и в конце, тоже похлопаете. Дальше. Я сообщения. Их, как бы это ни было странно, но нам нужно это использовать, когда мы критикуем. Да. То есть мы не должны говорить, вот ты, ты сделал так, у тебя не такое, по-твоему не так. В общем-то, ты, оно не должно присутствовать. Когда ты критикуешь человека, лучше отражать это как-то на своих примерах. Да. То есть, вот, например, у меня был тоже такой случай, да, что у меня тоже была презентация зеленого ядерного цвета. Ну, выгнали из презентации диплома. Ну, что делать? Ну, все мы, все мы меняемся, все мы развиваемся дальше. Личные примеры. Я уже об этом сказала. Не сравнивать с другими. Это тоже важный момент, потому что тут включается наше эго. и лучше критику применять к одному человеку и, может быть, к продуктам, которые были им созданы ранее, или, может быть, идеи, которые у него есть на будущие проекты. Убедитесь, что вы правильно поняли. Элементарным вопросом я правильно тебя понял. Дальше. Просите, а не командуйте. Да, не мог бы ты, пожалуй, ста. И критикуйте то, что можно изменить. Опять же, пример насчет книги. Если она уже напечатана, подумайте несколько раз, стоит ли раскритиковывать ее до такой степени, чтобы у человека остались негативные эмоции. Ошибки критикуемого. Обида. Ясное дело. Обижульки всеми нашими любимыми. Попытки оправдаться. Ну вот, нет-нет, я здесь совсем другое имел в виду. Вот ты меня неправильно понял. Лучше всего воспринимать все это как бы... Конечно, действительно может человек неправильно понять. Не думайте, что я прям так максималистично настроена. Просто это ошибка. Очень популярная. Мы начинаем объяснять человеку совсем с другой стороны, хотя на самом деле думали так. Дальше. Ответная критика. Ты на себя посмотри. А я на прошлой неделе была на твоей презентации. А о чем мы можем говорить? Дальше. Игнорирование с вот этими всеми жестами, типа посмотреть вверх-вниз, вверх-вниз. Ну спасибо, все, я понял тебя дальше. А, ну там, наверное, что-то еще появилось внизу, нет? Но самое главное, вот этот вот кутик, который олицетворяет лицо при всех вот этих вот четырех или пяти ошибках, которые встречаются у критикуемого человека. Как правильно реагировать на любую критику? Мы фиксируем, а не обдумываем сразу. То есть мы зафиксировали, у нас опять же, как и у того, кто критикует, у нас есть целая ночь, чтобы переспать с этими мыслями. И после этого мы можем что-либо для себя решать. Забыть о личности критика. Тоже мы говорили о возрасте. То есть если критикуемый младше тебя по возрасту, лучше отбросить какие-то личностные качества, да, и подумать о том, может быть, действительно, его совет, его какое-то направление, да, оно может развить твой продукт по-другому. Дальше. Забыть об эмоциях. Тезисно записывать и запоминать. И дальше там что-то есть еще? Благодарить. А, да, благодарить обязательно. Спасибо, да, запомнили. Благодарить обязательно, потому что это даже того человека, кто имеет цель в критике как-то вас поддеть, да, скосить вас с ножек, это приведет его в конфуз. Ваша благодарность за критику. Не забывайте это делать никогда в конце, да. Как воспринимать критику правильно? Ко мне неравнодушно, я важен. Людям не все равно на меня. Дальше. Я могу развиваться. У меня есть целая вселенная для того, чтобы подрасти, стать круче, лучше, дальше. Мне хотят помочь. Есть люди, которым я не безразличен. Дальше. Я становлюсь сильнее. И тут пока появляется следующий слайд. Я, как настоящий критик, теперь могу правильно раскритиковать того водителя, который мне привез сегодня, и мы так опоздали, что не посмотрели Одессу за него. Итак, выводы, которые мы приводим. Критика – это помощь. Это то, что нам помогает развить наш продукт. Правильная критика всегда мотивирует. Тот, кого мы критиковали, не должен остаться после критики унылым и неуверенным в себе. Давайте так скажем. Ну, вы поняли меня. Дальше. Принятие критики ведет к улучшению. То есть он показывает тебе либо альтернативный путь, либо дает возможность тебе подрасти. Особенно, если эта критика, как я сказала, она обличена в положительный лад. У человека, которого критиковали, которому, вернее, была направлена критика, у него остается ощущение, что придача новых сил, прилив сил. Вот есть новая идея, можно исправить, можно добиться большего. Дальше. Уважение с обеих сторон – это залог хороших отношений. Критикуйте всех и все. Дальше. Будьте объективными во всем. Дальше. Любите друг друга, обнимайте друг друга. И никогда не забывайте, что мы все люди, мы живем все в одном социуме. Спасибо. У меня есть вопрос, не вопрос, а мать ваше мнение. Допустим, критика культуры. Я много думал по этому поводу. Допустим, взять того же Билинского, по большому счету даже писателя не было. Он просто был литературным критиком, это было его основное направление в деятельность. Он изучал в доведении учебных письмо, чтение, всякие направления. И по большому счету, как я понимаю, как он критиковал, он брал определенное произведение литературное и подгонял какой-то шаблон, который, стоявшийся в то время, в то время. То есть вопрос. Если взять литературное произведение или любое произведение с людьми, человек, как говорят, я художник, я так вижу. И это создает больше не для кого-то, он создает для себя. Смысл литературной критики и вот этого критика, который подгоняет произведение искусства в какой-то шаблон, если человеку это никак не поможет, не направит. И особенно, если это делает не специалист. И даже если бы он был другим писателем, все равно у каждого писателя свой стиль. Смысл тогда, получается, другому писателю критиковать с целью помочь другому писателю, если у каждого писателя свой стиль и не тот писатель. На самом деле я сомневаюсь, что существуют в таком деле профессионалы, потому что, как вы говорите, у каждого человека свое мнение, свое видение, для каждой секунды времени свои шаблоны существуют. Просто я так думаю, что люди нуждались в таком явлении, как критика, для того, чтобы чувствовать себя нужными миру. Потому что, когда критикуют твое произведение, какая бы она ни была, хорошая или плохая критика, если она плохая, она тебя как-то вот, забыла слово на русском, она делает тебя, в общем-то, сильнее, повторяюсь просто, а если она хорошая, то она дает тебе еще больше мотивации делать что-то. И хорошо, как бы, мы это в любом случае не укореним, потому что даже те же самые критики, они самоутверждаются за счет того, что они дают советы или они каким-то образом анализируют работу другого человека. Вот. Я не согласен, не вижу абсолютно проблем, это наоборот все будет чистым. Ну, все вот люди, как-то в начале литературного процесса как-то говорят, что они даже появились, писатели появились, где же наша литературная критика, если мы не смотрим, да. Хорошо, мы не переходим границы критики, субъективное мнение мы оставляем пока что при себе, да. Я как бы, в любом случае, все это не имеет каких-то определенных критериев, да, и вот шаблонов, потому что, вот даже я приводила такой пример, вот, если, например, нам здесь сейчас включить такой яркий какой-то красный цвет, да, который будет мерцать и мешать, нам всем захочется, ну, по крайней мере, на тот лад, на который мы настроены, не говорю о том, какие у нас темпераменты внутри, но на тот лад, который мы настроены, да, на какое-то абсорбирование информации, нам этот красный цвет не понравится, и нам захочется встать, уйти, либо мы захотим попросить, раскритиковать о том, что красный цвет не подходит сюда, в эту атмосферу, и мы захотим другой цвет, зато если мы красный цвет поставим, например, на какой-то рок-концерт, то даже, может быть, кто-то из вас, будучи там, воспримет это нормально, потому что все относительно, и все зависит от тех условий, в которых ты проживаешь, в которых ты находишься. просто ваших. Да. В общем-то, я считаю, что... Нужны ли критики, допустим, в культуре? Они нужны, потому что мнение любого человека важно, и в первую очередь, критики, как и те, кто подвергают сомнению любой научный факт, они являются моторчиком всего. То есть, если не будет критики, если не будут задаваться вопросы, то все будет стоять на месте. Но обязательно для этого нужны именно критики. Это не может делать народ как таково. Тогда народ становится критиками. Ну, вот так. Да, то есть, вот как бы вот такого плана. Мы можем с вами иметь одно и то же мнение и собраться вместе и написать, допустим, ну, окей, литературный какой-то обзор, да, и это тоже будет считаться критикой, и мы с вами будем считаться критиками, но просто имеющим один взгляд на этот продукт. Но критику в большом тоже не имеют один взгляд. Почему он должен слушать критику? Нет, вы не должны. Это цель критики, цель критики в том, чтобы дать вам возможность посмотреть на это с другой стороны или показать альтернативный путь. Это чисто ваш выбор. Я, например, как театрал и актер, я, например, мало когда прислушиваюсь к критике, которую получаю, потому что, в конце концов, даже если я не закончила этот, ну, то есть, университет по этой профессии, у меня есть видение, и я вижу это совсем по-другому, нежели те люди, которые, может быть, даже работают по шаблону. То, что Критик пишет, как же лицензия звучит? Она называется по-разному. Я, честно говоря, не очень, если тут есть люди, которые разбираются, может быть, лицензия, да, это обычно небольшой, как бы, ну, очередь, скажем так, о каком-то произведении или о фильме, да. Так вот, я что вам пытаюсь донести, что Критика — это не только ругают, это просто анализ, пускай будет так, это дополнительные вопросы, потому что, если мы возьмем, как вот много раз встречалось уже в практике, если мы возьмем какой-то один проект, если мы зададим ему другой, какой-то вопрос, у нас появится совсем другой проект. И так дальше, 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 дальше. И с помощью вопросов критики у нас воспроизводится цепочка создания, да, каких-то продуктов и создания каких-то… Вы говорили, что Критика, которая, так сказать, в сердце, она демотивирует. Но, честно, я заметил по себе, что она, конечно, болезненна, но больше мотивирующая. Да, да. Не поддевательные гадки. Да, на самом деле, если тебе поддели так, что ты упал, если, конечно же, ты не слаб человек, то есть ты не слаб, если ты поднялся, пошел дальше, то тебе это очень много дает. В следующий раз ты не будешь реагировать на это, может быть, даже совсем. Я вот как бы по себе знаю. Критика может быть болезненна только я переусердствовала, да? Да, да, конечно, если так затоптать, что, не, могут так затоптать, что тебе больше ничего не хочется делать, но мы говорим о нормальной критике, да. Есть еще вопросы? Все, спасибо, да, наверное. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»